В прямом эфире репортеры новости в студии Ксения Жарова. Здравствуйте. В последний день осени в Одесской области зарегистрировали 287 новых случаев коронавирусного инфицирования. Среди новых больных 98 одесситов. От осложнений болезни скончались 26 человек. В Министерстве здравоохранения отметили, что побороть недуг смогли 1288 жителей региона. По состоянию на 1 декабря в больницах Одессы находятся 528 пациентов, из них 436 в тяжелом состоянии. Свободными остаются 491 койка для госпитализации людей с COVID-19. Несколько акций ко Всемирному дню борьбы со СПИДом прошли в Одессе, на Думской площади, а также возле железнодорожного вокзала. Возле мэрии ИЖД работали выездные амбулатории, в которых можно было сдать анализы на ВИЧ, гепатит и сифилис. Первыми проверились депутаты, а также глава департамента здравоохранения Ливон Икагасян. На сегодняшний день на учете в нашем центре ВИЧ-инфекции СПИДа состоит приблизительно 7,5 тысяч людей. Но надо не забывать, что открылись частные центры, в которых тоже могут состоять на учете, по нашим данным, в частных центрах еще около полутора тысяч. Медики уверены, Одесситам нужно не бояться быть взрослыми и проверять свое здоровье, ведь чем раньше они узнают о диагнозе, тем проще будет лечение. Кроме того, в Одесской службе общественного здоровья подчеркивают, что ВИЧ, который считали чумой прошлого века в 21-м, не является неизлечимой болезнью. Перш за все, надо понимать, что сегодняшний день ВИЧ больше не является невеликой смертельной хворобой. На жаль, мы пока не можем полностью выделить ВИЧ из организма человека, но на сегодняшний день, благодаря терапии, ВИЧ перейшло в форму хронического захворювания, например, как сукровый диабет. Людине нужно просто приймать щодня одну таблетку, и она себя будет чувствовать абсолютно нормально, и организм не будет руйнуваться, и, больше того, она не сможет заражать и других людей. Специалисты также напоминают, что все анализы и обследования лечения на СПИД ВИЧ осуществляются за счет государства. Ваша задача – лишь раз в год систематически проходить обследование. Все анализы узкие, они бесплатные, это очень важно. Анализы, которые показывают наличие клеток иммунитета, анализы, которые показывают, сколько вируса ВИЧ в организме, и также ряд других анализов бесплатно. Таблетки, которые надо принимать ВИЧ-позитивным людям пожизненно, также выдаются бесплатно. Эти препараты важно принимать каждый день, четко по времени, эти препараты бесплатные. Одесситы сознаются, что в таких выездных амбулаториях сдавать анализы проще и гораздо удобнее. Нет огромных очередей, и все проходит на улице. Удобно прийти в такие пункты, например, потому что это быстро, не надо там долго встать в очередях, но это бесплатно. Мне кажется, это замечательная программа, это надо делать регулярно, раз в год у нас большое количество заболевших людей, которые просто даже не подозревают о них. Я стараюсь проверяться каждый год. Резкий запах и химическая авария. На строительной базе Сомик, что на улице Боровского, произошел разлив химикатов. В ходе работ с 800-литровой цистерны с хлором произошла разгерметизация емкости. Жители близлежащих районов начали ощущать резкий запах паров химиката. На месте работали сотрудники ГСЧС, которые залили все водой, чтобы осадить испарение. Жители сообщили, что в результате происшествия был загрязнен воздух. Химики-рятувальники проводили замеры концентрации небезпечных речевин в воздухе. При первых замерах показалось, что они превышают 89 раз. Также химики-рятувальники накладали бандаж на емность, чем прекратили вытек небезпечных речевин. Украинские патрульные катера класса «Айленд» вышли в море. Первым в Черноморскую акваторию вышел катер «Суммы». Через несколько минут отчалил и фастов. Маневры и другие технические испытания проходили у мыса «Большой фонтан». Проверка судов завершилась через три часа. И уже в 11.10 катера зашли на базу «Юг». Отметим, что в Одессу из города Балтимор, США, катера прибыли на борту судна «Оушен Грант» 23 ноября. «Айленды» были переданы Украине в рамках военного сотрудничества. Они будут выполнять задачи в составе ВМС. Сейчас принципы их работы отрабатывают на идентичных катерах «Славянск» и «Старобельск», переданных нашей стране два года назад. Украинцы мало платят за энергоресурсы. К такому выводу пришли участники «Круглого стола», кто пытался спровоцировать энергетический кризис в Украине. Эксперты, принявшие участие в мероприятии, считают, что власти, к примеру, не следовало искусственно удерживать цену на газ. Для населения до конца 2022 года, по их мнению, рынок не только даст дополнительные ресурсы в бюджет, но и покажет объективную картину по количеству людей, которые реально нуждаются в субсидии. Не менее парадоксальным выглядит утверждение экспертов о том, что якобы заниженные тарифы для населения выгодны исключительно олигархам. Кому выгодны низкие тарифы для населения? Вы не угадаете. Для олигархов, для тех, кто эту услугу нам продают. Почему? Потому что, когда есть население, где гривна 68, есть другие, которые в ноябре платили 4,40, оно идет по проводам. И отсечь, какая часть куда пошла, технически невозможно. Как ДТЭК напишет, что население купило там 20 миллионов, государство поглотит, и эти 20 миллионов компенсирует. А из этих 20 миллионов 10 могли пойти к коммерсантам, которые были проданы по 4,40, ДТЭК на них зарабатывает, и еще разницу получать с тех, что на бумажке написано, якобы потребляло население. А если бы тариф был одинаковый, вот этих бы схем воровства и бы просто не существовало. А вот проблемы с подачей электроэнергии могут быть чисто политическими. В частности, вследствие конфликта офиса президента с владельцем компании «Монополиста» на рынке, с самым богатым человеком Украины Ренатом Ахметовым. Одесситы уже не первую неделю ощущают периодические отключения света в разных местах города. Компания ДТЭК объясняет это плановыми работами, однако здесь могут быть подводные течения, говорят специалисты. Если захочет каким-то образом Ахметов надавить, и он сейчас наверняка хочет надавить на тот же офис президента. Почему? Потому что уже мы знаем, были случаи о том, что ДТЭК обиделся, что якобы им не выплатили в полном объеме, либо вообще не выплатили за ту электроэнергию, которую они произвели по зеленому тарифу, которые были на их альтернативных активах произведены. А после заявления президента Зеленского о том, что Ахметова втягивают в подготовку госпереворота, конфликт вышел на новый уровень. Достаточно посмотреть, как изменилась риторика журналистов на подконтрольных олигарху телеканалах. Но самое печальное, что заложниками этого конфликта стали простые граждане, которым приходится сидеть без света. Макдональдс совместно с департаментом транспорта подготовит новую схему движения возле своего заведения с учетом плотного трафика и обеспечит ее реализацию. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской мэрии. Мэр с директором развития Макдональдс в Украине пришли к согласию, что первоочередного улучшения требует схема движения транспорта на локации возле ресторана быстрого питания, расположенного на пятой станции фонтана. Геннадий Труханов отметил, что городские власти заинтересованы и поддерживают развитие бизнеса на территории Одессы. Однако социально ответственный бизнес должен понимать последствия своей деятельности и взаимодействовать с городскими властями для обеспечения комфортного городского пространства. В свою очередь представители компаний заверили, что сделают все необходимое, чтобы ускорить реализацию проекта изменения дорожного движения с учетом плотного трафика. Таким образом, Одесситов снова ждет смена движения оживленного транспортного узла. 7 миллиардов 221 миллион гривен на развитие городского электротранспорта в мэрии рассказали о программе на ближайшие 4 года будут финансировать модернизацию одесского транспорта за средства муниципального бюджета. 4,6 миллиарда, еще чуть более 455 миллионов выделит Одессгорэлектротранса. Более 2 миллиардов гривен привлекут в виде кредитов. Но все это планируют закупить 12 новых многосекционных трамваев для будущего магистрального маршрута север-юг, 30 электробусов для маршрута центр поселка Котовского, 10 новых троллейбусов и 5 троллейбусов с автономным ходом для замены изношенных машин на маршрутах номер 7, 9 и 10. И это еще не все. Одесситам обещают 6 электробусов для нового маршрута номер 15, железнодорожный вокзал улица Корнюшина, проходящего через Балковскую, а также 3 механизированных мойки для электротранспорта, 8 единиц спецтехники, различные оборудования и запчасти. На всем подвижном составе намерены установить автоматизированные звуковые информаторы для оповещения пассажиров, а на части остановок электронно-информационное табло. Также проект предусматривает выпуск трех трехсекционных трамваев и 10 односекционных одиссеев, реконструкцию тяговых подстанций, приобретение автоматизированной диспетчерской системы, капремонт и замену некоторых участков кабельных сетей и, наконец, реконструкцию трамвайных путей в Суворовском районе. Впрочем, пока это только мечты. Проект программы будут рассматривать профильные комиссии Горсовета. 13-й Одесский международный кинофестиваль пройдет с 23 по 30 июля 2022 года. Об этом сообщили на официальном сайте мероприятия. Традиционно зрителям фестиваля представят самые ожидаемые премьеры украинских и зарубежных фильмов, а также мировые фестивальные хиты, которые скоро выйдут в украинский прокат. Также в рамках 13-го кинофестиваля состоится профессиональная секция платформы для поддержки и развития украинских кинопроектов. Кроме того, в планах организаторов провести летний кинорынок для представителей кинокомпаний и кинотеатров. Детали программы и старт приема заявок на участие в 13-м Одесском международном кинофестивале объявят в начале следующего года. Бьет, значит любит. Или он когда трезвый, то все нормально. Оправдания на тему рукоприкладства недопустимы в нашей жизни. Всюкрынская акция «16 дней против насилия» проходит не впервые в нашей стране и городе. И уже традиционно работники патрульной полиции в рамках этой акции проводят лекции для студентов высших учебных заведений. Не исключением стал и Международный гуманитарный университет. Подробности далее в сюжете. Скажи насилию. Стоп. В рамках всеукраинской акции «16 дней против насилия» сотрудники патрульной полиции провели лекцию студентам Международного гуманитарного университета. По данным полиции, чаще всего терпят и скрывают насилие люди старшего поколения. Молодые же, наоборот, не боятся обращаться за помощью. Возможно, именно активная разъяснительная работа и стала причиной сдвига с мертвой точки. Ведь долгое время об этом просто не говорили. Сьогодні студентами мы будем спілкуватися для того, чтобы разъяснить им, что такое насильство, что воно может быть гендерно умовлено, показать понятие домашнее насильство, что оно существует, что оно есть, и это проблема для нашего общества. Можу сказать, что за период с 1 сечня по 31 жовтня 2021 на лінію 102 по місту Одесса было близко 8900 звернений стосовно випадков домашнего насильства. Руководство вуза и студенты, чтобы присоединиться к всеукраинскому флешмобу, надели символические белые ленты. Кроме того, администрация университета напомнила молодым людям, что в любой ситуации они всегда могут рассчитывать на поддержку и помощь психолога в университете. Сегодня мы все одягнули белые стрижки в знак протеста против домашнего насилия. Потому что белый – это колор мира, и он означает, что мир против насилия у семьи. Наша основная задача представителей осветянской сферы – попередить эти проявы, чтобы ни в коем разе ни одна дитина, ни один подлиток и ни одна людина не стали жертвами этого страшного проява. Особенностью лекции стало то, что они основывались на реальных примерах и на историях из жизни. Полезнее учиться на чужих ошибках, чем допускать свои и страдать из-за них. Впрочем, как оказалось, некоторые студенты не только на словах знают, что такое насилие. Они столкнулись с ним лицом к лицу. В первую очередь я привела пример своей личной жизни тоже. Очень трагично на самом деле. Но меня больше поражает тот факт, что полиция не принимала никаких мер. Была ситуация, которая была лично со мной, но именно видел насилие, как на улице было. Получается, мужчина с девушкой что-то не поделили, и получается, девушка ударила мужчину. В ответ парень, который был с этой девушкой, начал драться с тем мужчиной. Короче, это была у них состыковка. И тот разбил бутылку и начал к нему лезть с так званой розочкой к нему к лицу. И я увидел эту ситуацию. И получается, ребятам говорил, типа, успокойтесь. Это было еще летом, вот этим вот буквально. Ребята кинули бутылку, все, они успокоились. И говорю, вот зачем? Вот у него есть там родня. Я бы сейчас зарезал бы, и все. Ничего бы, ну, к ничему хорошему не привело бы. Сотрудники патрульной полиции напоминают, что в таких ситуациях нужно не бояться быть настойчивыми и требовательными. Ранее правоохранители провели совместную акцию, приуроченную к борьбе с домашним насилием с медиками Одессы. Воспитание высококвалифицированных кадров и повышение квалификации преподавателей – один из главных приоритетов Национального университета – Одесская юридическая академия. С каждым годом ВУЗ демонстрирует все большую заинтересованность в популяризации изучения иностранных языков студентами. В связи с этим президент университета Сергей Кивалов подписал меморандум о сотрудничестве с директором Международного образовательно-методического центра Динтернал Эдюкейшн Грэмом Джонсом. Детали в сюжете моих коллег. Образование и общение без языковых барьеров. Национальный университет Одесская юридическая академия подписал меморандум о сотрудничестве с Международным образовательно-методическим центром Динтернал Эдюкейшн. Это сотрудничество позволит продолжить плодотворную работу по воспитанию высококвалифицированных кадров, которые не только прекрасно разбираются в специальности, но и знают иностранные языки. Мы подписали сегодня договор о сотрудничестве, мы подписали договор о том, что мы будем работать вместе, потому что абсолютное большинство сегодня молодых людей хорошо знают или стремятся к тому, чтобы знать хорошо иностранные языки и, в частности, английский. У нас в Национальном университете юридическая академия эту работу мы проводим уже более 15 лет. Все начиналось с преподавания на трех языках. Студент мог выбирать сам, на каком ему было удобнее изучать тот или иной материал. В начале 21 века это было настоящим прорывом в системе высшего образования. Юрокадемия продолжила развитие в этом направлении. По словам президента Одесской юрокадемии Сергея Кивалова, изучение дисциплины на английском, немецком, французском и других языках на сегодняшний день – приоритет высшего учебного заведения. На каждой кафедре есть те преподаватели, которые хорошо знают не только право, но и знают хорошо право на английском языке, на французском языке, на немецком языке, и вот нас это именно отличает. У меня иногда спрашивают, почему вот в других вузах значительно меньше набор, допустим, по Одессе, а у вас там в 4-5 раз больше. Мы в этом году набрали более 4 тысяч студентов, выпускников школ. Почему? Да потому что мы абсолютно внедряем новый процесс обучения. Процесс обучения, который связан со знанием права на английском языке в первую очередь. Генеральный директор London School of English Грэм Джонсон отметил высокий вклад президента Одесской юрокадемии Сергея Кивалова в популяризацию изучения иностранных языков среди студентов. Одесская юридическая академия на сегодняшний день – единственный университет на постсоветском пространстве, в котором действует уникальная система преподавания предметов на иностранных языках. Сергея Кивалова, директор А.Семкин, директор А.Семкин, директор А.Семкин. Иностранные языки студентами юрокадемии усваиваются легко. А все по той причине, что лекции читают непосредственно носители языков. Это лекторы ведущих зарубежных вузов, иностранные практикующие юристы, политологи, социологи, психологи и журналисты. При этом предпочтение тому или иному лингвистическому направлению студент отдает самостоятельно. По словам Грэма Джонса, подписание меморандума позволит еще более усовершенствовать образовательный процесс в юрокадемии. Более того, сотрудничество с Международным образовательно-методическим центром будет полезно и преподавателям академии, для которых предусмотрены методические мастер-классы для изучения новейших технологий преподавания. Мы снижаем меморандумом с Лог-Академией, Национальной Лог-Академией, с Интернальной Эдукцией, потому что мы уже работаем вместе, и это позволяет нам помогать вместе, даже ближе в будущем. Я думаю, это фантастическое уроке, чтобы сделать, чтобы мысли на это, чтобы посмотреть на это, это очень приятно, чтобы уходить в школу каждый Модель ночи, и работать с учениками. Это фантастическое школу. Я должен сказать, что я никогда не был в лучшем школе, в моей жизни. Я должен сказать, что у нас есть фантастические, что учителы, все очень хорошо, К слову, диалог у Грэма Джонса со студентами Одесской юридической академии налажен давно. В частности, будущие юристы и их коллеги задают носителю языка, интересующие их вопросы о Великобритании, тем самым усовершенствуя свой уровень английского. В течение нескольких лет кафедра иностранных языков номер 2 проводит тесное сотрудничество с Дентернелл Эдюкейшн, а также ее директором Грэмом Джонсом. Сегодня мы рады сообщить, что наше сотрудничество вышло на новый уровень, и мы подписали меморандум, благодаря которому студенты и преподаватели Национального университета Одесской юридической академии смогут принимать участие в различных мероприятиях. Также хотелось бы выразить благодарность президенту Национального университета Одесской юридической академии, академику Сергею Васильевичу Кивалову за поддержку преподавания иностранных языков. Грэм Джонс также является генеральным директором London School of English и наладил эффективное сотрудничество с Международной академической школой Одесса. Грэм Джонс – учитель школы будущего. В программе МАШО уроки иностранного языка являются обязательными, начиная с первого класса. Для учащихся выбор широк – английский, немецкий, французский, испанский, японский и китайский языки. Мы особое внимание в Международной академической школе уделяем именно иностранным языкам. Вот взяли преподавателей мы по физике. Читается физика для старших классов у нас в школе на английском языке. Я считаю, что это будущее, за этим будущее. Нужно делать то, что сегодня востребовано, а сегодня востребованный иностранный язык. Наша компанія «Идинтенал Эдюкейшн», яка є международной освятой компанией на рынке Украины. Мы представлены на рынке Украины уже понад 20 лет. Действительно пишемося нашою співпрацею с учебными закладами, которые под руководством Сергея Васильевича Кивалова. Мы плідно співпрацюемо зараз с академической школой, где Грейм Джонс читает занятия, проводит уроки, власне, повноценные уроки для ученей академической школы. Яки мы отримаем, что школа, звичайно, прекрасная, дети очень мотивованы. Им, наверное, нравится изучать английский язык. Также прекрасные выкладчики, которые с радостью отрабатывают наши семинары, вебинары, которые используются хорошими, автентичными ресурсами и вкладывают очень много усилий в своих ученых. Благодаря таким образовательным подходам студенты также получат нужную базу для сдачи внешнего независимого оценивания на любом иностранном языке. Выпускник вуза, который идеально знает не только основы своей специальности, но и может без проблем обсуждать их с представителями любой лингвистической школы, приоритет для щедрого работодателя. А Юракадемия о благополучном трудоустройстве своих студентов заботится вот уже 24 года. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером и до скорого.